Золотой корень, красный корень, напридумывали каких-то корней, прямо урок математики. Я знаю только один корень, это хрен, все остальное ерунда. Так думал я раньше, так думают многие и сейчас. А можно что-то путное на этих корнях сделать? И получится ли? Смотрите далее. Здравствуйте, уважаемые винокуры. С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Добрый Жар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогонаварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все приборы и приспособления ингредиенты, которые буду использовать в этом ролике, вы можете приобрести на нашем официальном сайте. Передел по этой ссылке, также она будет внизу в описании. Я раньше, как и многие начинающие винокуры, с опаской относился к таким ингредиентам для настоек, как золотой или красный корень. Хотя их можно встретить в любом магазине, подобном нашему. Но для меня это было как некий экзотический фрукт в супермаркете. Вроде доступный, лежит, ну и пусть лежит. Мы будем пробовать то, что ближе и роднее, там, яблоки с картошкой. Тем более, сами эти названия, золотой и красный корень, прямо как и отдают чем таким лекарственным, аптекарским, что ли. Думаешь, а ну его нафиг, переберешь еще, что-то не то будет. В целом, так оно и есть. Но если посмотреть, по сути, любую траву можно использовать в лекарственных целях, если настоять ее на спирте. Ну, как ни копней, практически любую. Те же самые любимые нами хрен и перец, просто, ну, кладезень витаминов, если сделать перцовку или хренауху. Ну, пусть даже, ладно, не витаминов, но вообще всяких лекарственных свойствам никто, даже врачей отрицать не будут. У них хоть отбавляй. Ну, мы же, бывает, эту хреновуху, перцовку пьем, скажем, ну, мягко говоря, не совсем в лекарственных целях, бывает очень часто. Просто они нам привычны. А золотой или красный корень нет. Хотя есть, как бы, места в нашей стране, где они более привычны, чем тот же самый хрен. Вспомним про Цельса. Все есть яд и все есть лекарства. Все определяет только доза. Поэтому, если с умом, по чуть-чуть, то почему бы и не разнообразить свой ассортимент настоек. Но, в любом случае, лучше для начала изучить состав того или иного ингредиента, который собираетесь использовать, и сравнить его со своими индивидуальными медицинскими противопоказаниями. Ну, или, как говорят, нужно посоветоваться с врачом. Сегодня я вам покажу, как можно сделать яркую, довольно вкусную, и, что интересно, сильно тонизирующую настойку клюквы на золотом корне. Причем, самого корня там будет немного. Поэтому, думаю, что переборщить, ну, в любом случае, не получится. Нам потребуется самогон крепостью 42%, 500 мл. Мед 10 граммов. Клюква 30 граммов. Ну, и сам золотой корень 5 граммов. Самогон можно использовать любой. Главное, чтобы был нейтральный. Я, конечно же, использую сахарный. Получил я его на самогонном аппарате Люкс Про. Мед тоже, какой вам нравится, какой дома есть, такой используйте. Ну, я сторонник тоже, чтобы он был более нейтральный, без ярких травянистых запахов. Клюкву, ну, я лично могу купить только в магазине. Если у вас другие возможности, то это будет просто замечательно. Как я сказал выше, найти золотой корень в наше время проблем не составляет. Например, он продается в нашем магазине. По ссылке в описании можно найти вот такой наборчик. Так называется золотой корень. Все ингредиенты закладываю в банку, заливаю самогоном, оставляю на месяц, фильтрую, и все готово. Ну, вот результат. Смотрите, сказать по правде, такую настойку за обильным столом я не тестировал. Ну, пару рюмочек принимал. Ну, что хочу сказать. Знаете, вот сразу непонятно, что здесь настойки, и помимо клюквы есть что-то еще. Ну, возможно, когда берешь, она сначала пахнет чуть ярче, чем просто с клюквой, ну, это просто чуть-чуть, и прямо не скажешь, что он прямо вау, такой аромат. Но затем, когда вот выпиваешь, ловишь через некоторое время такое довольно интересное послевкусие. Вот этого самого золотого корня. Тут сразу же понимаешь, что тут помимо клюквы что-то вот есть такое интересное. Оно такое, знаете, яркое такое, сочное. У меня ассоциация, когда пью именно с какой-то вот свежестью такой, яркой, летней, что-то такое. Фруктовой. Ну, очень неплохо оттеняет, на мой взгляд. Единственное, в оригинале рецепта, опять автор же, не рекомендует употреблять эту настойку на ночь. Уж слишком, пишет, она тонизирует. Поэтому, думаю, с уверенностью, этот напиток можно назвать настойкой выходного дня. Как с утра выпил и весь день свободен. У меня все. Понравился рецепт и не хотите пропустить новый? Тогда не забудьте нажать колокольчик. Также нажимайте на большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. И не забывайте, что с вами был я, Дмитрий Лафетников. И производственная компания Добрый Жар.